Приветствую вас, Елизавета. Я, насколько увидел, отвечал вам на несколько ваших вопросов. Вы выбирали одного и того же эксперта в качестве лучшего на свои вопросы. И я не очень понимаю, почему вы не выбрали его для консультации. Ведь совершенно очевидно, что если вам специалист какой-то нравится, то вы будете, ну, стараться обратиться к нему. Тем более, что два платных вопроса этот человек вам решил, ну, судя по тому, что вы его выбрали. Так что подумайте о том, чтобы обратиться на индивидуальную консультацию именно к тому специалисту, который вам понравился. Потому что так будет эффективнее и лучше. Смотрите, по поводу вашей ситуации. Вы пишете, что, значит, вначале ваш молодой человек вас прямо залюбил. Так что он везде был рядом с вами, проводил с вами очень много времени, переживал за вас и прочее. Потому что он очень много эмоциональных ресурсов в вас вкладывал. Примечательно, что подобное поведение не может быть безвредно для того, кто это делает. Оно не может быть безвредным. Но вы, судя по тому, что я читаю, вы принимали такое поведение абсолютно спокойно, абсолютно нормально. Вы не задумывались о том, что человек, в общем-то, либо вредит себе таким отношениям, либо потом у вас что-то потребует. Дальше вы говорите о том, что, да, и что он очень сильно к вам привязан. Далее вы говорите о том, что мы работаем в ресторанном бизнесе, что у него должность выше, но по деньгам я получаю больше, вы пишете. Я не очень понял, почему вы это. Но никогда ничего на работе, в общем, я себе не позволял. Дальше вы пишете о том, что к вам в ресторан зачистил один застоятельный мужчина, который привлекал к вам симпатию. Вы это заметили, но ничего не сделали, а просто сделали свою работу. После чего ваш молодой человек устроил вам истерику, что вы с ним флиртуете и перестал спать с вами в одной кровати. Ага, дальше вы ведете себя весьма неуверенно. Вы спрашиваете у других сотрудников, как вы себя вели. Все говорит о том, что вы сомневаетесь в своем поведении, вы не уверены в себе. Вы воспринимаете аутентично, самобытно всплеск молодого человека, его истерику. В том смысле, что вы полагаете всерьез, что его истерика связана непосредственно с этой ситуацией. Принимаете вы эту ситуацию, эту истерику молодого человека и его последующее поведение на свой счет. У меня к вам вопрос. Почему? Так. Почему вы на свой счет принимаете то, что молодой человек устроил истерику? Почему вы на свой счет принимаете, что он перестал с вами спать в одной кровати и начал флиртовать с другими сотрудницами девушками? Очень резко. Очень быстро. Вы принимаете это на свой счет. Игнорируя, что у молодого человека могут быть проблемы. Если вы принимаете это на свой счет, значит вас это задевает. О чем вы собственно и говорите, что мне было очень горько и обидно. И больно. Мне было очень обидно и больно. От того, что он общается с другими сотрудницами. Смотрите. Молодой человек. Вечером. Ставит вам истерику. Перестает спать в вашей кровати. Вскоре начинает общаться с другими девушками. И вам от этого больно и обидно. Давайте разберем, что именно вам больно и что именно вам обидно. Как вас задевает эта ситуация, это поведение молодого человека. Соответственно, дальше вы описываете расставание. Вы описываете, что он в истерике отвечает вам на ваше желание уйти, и что если ты уйдешь, мы расстанемся, вы уходите. Вот. Он, соответственно, уходит от вас, съезжает с квартиры. Вы оба плачете. Он говорит, что любит вас, целует. Не очень понятно, что вы пишете дальше, вы пишете, но да и время. Это не очень понятно, что вы имеете ввиду. То есть вы у него просто дать время. Но дать время на что? Он уходит. И вы описываете ситуацию, что вы его безумно любите, хотите снова начать, хотите снова жить с ним. И переезжаете на новую квартиру. Он об этом не знает, и вы не уверены, стоит ли ему об этом знать. Вы также говорите о том, что он постоянно вам пишет и так далее. Отсчитывается, приезжает, целует вас, съезжает на работу. Со стороны это выглядит так, что молодому человеку стало с вами просто скучно. Со стороны это выглядит так, что молодому человеку просто стало с вами тесно. Просто тесно ему стало. И он искал повод для того, чтобы от вас отдалиться. Чтобы получить больше свободы. Потому что, возможно, он слишком много в вас вкладывал. Может быть, молодой человек очень неуверен в себе. И его действительно задела эта история. То есть, что состоятельный мужчина проявлял к вам ситуацию. Он испугался, что вы можете выбрать этого состоятельного мужчину, а не его. И решил предварительно с вами отношения порвать. При этом видя, как вы с ним относитесь, он пытается с вами манипулировать, чтобы привязать вас еще больше к себе. Здесь можно говорить очень долго. Но важно то, что человек думает о ком угодно, только не о вас. Если человек думает о ком угодно, только не о вас, это значит, что он вас не любит. Или любит, но не так сильно. То есть, помимо любви, есть еще некие проблемы у него. И, соответственно, ваше чувство к нему, оно является, ну, не очень, скажем так, взаимным. В этом смысле вы переживаете, страдаете, не можете ни есть, ни пить и так далее. Да? То есть, вот это состояние, состояние любовной зависимости. С чем оно связано? Со страхом одиночества, например, с неуверенностью в себе, с тем, что молодой человек и отношения с ним вам что-то давали, и как-то это вас, ну, дополняло, обогащало, да? То есть, молодой человек давал вам то, чего вам не хватало. Вот нужно, ну, вы же почему-то хотите с ним жить начать. Вот. Это нужно поисследовать. Что вам не хватает? Не хватает. Что вы потеряли в общении, что вы потеряли при уходе молодого человека от вас. На чем основывается то, что вы столь сильно зависимы от него. Это явно не просто любовь, это явно потребность молодому человеку, как в источнике удовлетворения некоторых ваших потребностей и компенсации, купирования неких конфликтов ваших внутренних и противоречий. Ну, например, вот неуверенности в себе, то есть сомнения в себе. Дальше. Изменит ли что-то ваш переезд? Нет, не изменит. Если молодой человек хочет, например, свободы, он обвинит вас в том, что, переехав, вы еще больше продемонстрировали, что не хотите быть с ним. Если молодой человек вами манипулирует, он будет продолжать вами манипулировать другими способами. Дальше. Что это все значит? Спрашиваете вы. Что именно все значит? Что значит то, что вы без молодого человека не можете ни есть, ни пить, это значит любовная зависимость. И вам требуется психотерапия. Если вы спрашиваете про молодого человека, то это можно только гадать. Мы не обсуждаем третьих лиц. Что он хочет, тем более не знаю, потому что это третье лицо не вы. Может, свободы, новые спутницы, может, может быть что-то другое, что-то другое. Это больше из серии Елизавета про погадать. Он говорит, что на девушек даже не смотрит. Как мне быть? Как мне быть, чтобы что? Как вернуть его? Зачем? Вот главный вопрос, на который вам нужно ответить. Зачем? Вам возвращает человек. Зачем это лично вам? И понять, что пока вы хотите его именно вернуть, словно некий предмет, словно некий статус социальный в том числе, вы будете от него зависимы. И ваши отношения будут деструктивными. Именно по причине вот повышенной нуждаемости вашей в нем и, вероятно, его в вас. Вообще, как развивались ваши отношения, мне кажется, что это такие не очень зрелые отношения. То есть молодой человек в 34 года ведет себя незрело, вы тоже достаточно незрело себя ведете. То есть мне кажется, что в детстве ваши отношения, они не направлены друг на друга, они направлены больше на себя. То есть каждый в этих отношениях пытается найти что-то для себя. Именно отсюда и возникают все ваши эпизоды, описанные в тексте, потому что если бы каждый из вас был направлен на другого, да, например, то молодой человек не боялся бы того, что вы могли бы сблизиться с тем состоятельным мужчиной, потому что если вы это сделаете, значит вам с ним будет лучше, значит вы будете счастливы, и молодой человек бы с грустью, но это принял бы. Вы по-другому бы восприняли уход молодого человека, понимая, что если он ушел, значит ему так лучше, и опять же с грустью, но приняли бы это. А поскольку вы хотите его вернуть и не можете ни есть, ни пить, то оказывается задета ваша потребностная сфера, оказывается задета ваше личностное тело. То есть вы сами, как личность, оказались задеты этой ситуацией. И вот то, почему действия одного человека, пусть и близкого, смогли задеть вас, то есть повлиять на ваше состояние столь глобально, и нужно разбираться. Про любовную зависимость вы можете почитать сами, она состоит из, с одной стороны, идеализации партнера, с другой стороны, из установки, что я больше никого не встречу. С этими установками нужно работать. На этом все, Елизавета, надеюсь, что это было полезно. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится. Продолжение следует...